Оперативники вошли в цех в момент погрузки заготовленного товара в автомашину. Информация о подпольном производстве поступила несколько дней назад, но в течение недели полицейские выжидали, чтобы задержать умельцев с поличным. В департамент юстиции поступили заявления от правоздателей нескольких товарных знаков, таких как Арай, Хайнармай, Леток. На основании этих заявлений, в которых говорилось о том, что на территории города Шимкент имеются цеха, факты незаконного изготовления растительных масел с незаконным использованием данных товарных знаков. На основании этих заявлений сотрудниками департамента юстиции, совместно с сотрудниками финансовой полиции были проведены оперативные мероприятия, по итогам которых, как вы видите, на территории города Шимкент по улице Бекет был обнаружен цех. Работа цеха была незамысловатой. Рабочие брали дешевое масло из цистерн и наполняли ими пустые баклажки. Потом лишь оставалось наклеить этикетки. Здесь уже работники цеха ориентировались на собственный вкус и рыночную конъюнктуру. На рынок они могли поставить любое масло, включая российские марки. Продавалась подделка, естественно, по рыночной цене, нанося крупный ущерб обладателям торговых марок. Уже на первый взгляд видно, что это поддельная продукция низкого качества. С нашей продукцией ее не сравнить. Цвет не такой, как у наших масел. Этикетки наклеены криво. С этим цехом договора у нас нет. Поэтому они не могут распространять нашу продукцию. Теперь весь выявленный товар будет конфискован и отправлен на экспертизу. И если выяснится, что содержимое баклажек не соответствует заявленным маркам, дело будет отправлено в суд. Даня Архудайбергенов, Тимур Джумабеков, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.